Танго с Артемием Троицким Танго с Артемием Троицким Субтитры создавал DimaTorzok Собственно говоря, административные нарушения А как известно, когда у вас два административных нарушения Вы уже вроде бы не можете как выдвигаться на выборы Вот же какое совпадение Ну и соответственно, там были Евгений Руизман Насколько я помню, Илья Яшин По-моему, даже Юлия Галямина У которой, кстати, уже была похожая ситуация в прошедшие годы Да Как там у Высовского Но тут явились санитары И зафиксировали нас Это, конечно, удивительная история То есть Меня уже давно Ничто не удивляет из того, что в России Происходит, но вот это Это, конечно, такая Идеальная просто картинка То есть Дело в том, что Почти все люди, которые собрались там В конференц-зале гостиничного комплекса Измайлова Это были так называемые народные избранники То есть не какие-то там Политики, оппозиционеры Зловредные там какие-нибудь Там еще эти Диссиденты Правозащитники и так далее Это были муниципальные депутаты Из 50 регионов России И вот их взяли И всех, буквально всех Чохом повязали То есть Последний раз Нечто похожее в России Было в 1918 году Январь 1918 года Знаменитая история Матрос-железняк И учредительное собрание Когда пришел этот самый Означенный матрос-железняк И сказал народным избранникам 1917 года А ну-ка, ребята Караулу устал Пошли все отсюда нафиг Но надо сказать, что Тогда учредительное Собрание Просто разогнали Да В данном случае Всех народных избранников Просто-напросто Взяли еще и повязали То есть Разместили по автозакам Так сказать В группу по интересам Вот И повезли их В различные ОВД Брать показания И давать объяснения Вот такая удивительная Совершенная история Значит, формально Формально Это все было Привязано к тому Что якобы Все это сборище Было устроено Нежелательной организацией У нас на самом деле Еще в 15-м году Был принят Закон о нежелательных Организациях Но дело в том Что все эти Нежелательные организации По закону Это организации С корнями За границей То есть Это всякие Значит, иностранные Агенты Америка, Британия ЦРУ, ГОСДЕП МИ-5, МИ-6 Ну, якобы здесь Это было Общественное сетевое Объединение Открытая Россия Нежелательная организация Но участники говорят Что никакого Иностранного капитала Не было приложено К этому Форму Открытая Россия В общем-то Не является Нежелательной организацией По закону Более того Все это было устроено Не открытой Россией А организацией Под названием Объединенные демократы Это там, где Дмитрий Бутков И прочее И вот эта организация Не имеет уже Вообще Никакого отношения Никакой Категорически Заграницы Ну, а то, что Народных избранников Тоже избрали Не в Лондоне Не в Вашингтоне А где-нибудь там В Тюмени Екатеринбурге И так далее Это уже Как бы Само собой разумеется Вот История Надо сказать Может иметь Очень Длительное Последствие И далеко Идущее Поскольку Ну, в общем-то Встает естественный вопрос То есть Если Наша власть Российская Так Относится К народным избранникам Нафига Вообще Их избирать То есть Давно уже Имеются Как бы У нас Две Фракции В Оппозиционной Партии Одни говорят Что выборы Надо бойкотировать Другие говорят Что надо Все равно На выборы Ходить Поскольку Это шанс Чего-то добиться Я, честно говоря Всегда был бы Второй партией То есть Я считаю Что лучше Ходить на выборы И писать Там Неприличные слова В бюллетене Или вдруг Если получится Если есть кто-то За кого имеет смысл Голосовать То проголосовать За подходящего Кандидата Вот Сейчас понятно Уже Что никакие Выборы В том числе В Госдуму В сентябре В общем-то Ну то есть Они будут происходить Разумеется Но это будет точно То же самое Чем были выборы В Советском Союзе Где как известно За великий блок Как же он Назывался Коммунистов И беспартийных Голосовало 99,3 И в общем Все будет в порядке Значит нет смысла Нет смысла Ходить на выборы Это вывод номер один Тем более Что судя по всему Никаких нормальных людей До этих выборов Просто-напросто Не допустят А будет там Значит такой Прелестный Ассортимент Там От Яровой До Прилепина В общем Невеселая картинка Прямо скажем Ну а второй Вывод В общем-то Еще более Скажем так Стратегический На мой взгляд Заключается в том Что власть Вот такими Своими действиями Показывает Что вообще Какое бы то ни было Взаимодействие Влияние Диалог С властью С властью В принципе Невозможно То есть Нет смысла Вот тем людям Которые хотят Изменить Статус-кво В России Нет смысла Действовать В избирательном Поле И вообще В легальном Поле То есть Как говорил Владимир Ильич Ленин Своей матушке Мы пойдем Другим путем То есть Такого рода Зачистки Они естественно Однозначно Совершенно Толкают людей На то Что надо уходить В андерграунд В подполье Ну и там Весело По примеру Большевиков И эсеров Вести Подпольную работу Да Значит Это Это песня Под названием Kick out the gems Что означает Разгонять Сборище Это знаменитая Американская песня 68-го года Там тогда Как раз Значит Как известно Было могучее Антивоенное движение И Лозунгом Полицейских Было Kick out the gems То есть Разгонять Сборище Ну вот Собственно Такое сборище И было Разогнано А исполняет Ее легендарнейшая Американская группа MC5 Modern City 5 Одна из лучших В истории Американского Рока Групп Они из города Детройта Солист Уэйн Крамер Но чтобы Вот Вот все мои фантики Па-па-па Десять фантиков Нет Я ничем не шуршу Тогда через минуту Вернемся Да Я прошу прощения Перед ютубом Представляете Забыла Вывести Вашу картинку Сижу там Слушаю вас С умным Витом Я прошу прощения Все сейчас Будет в порядке Все хорошо Танго С Артемием Троицким Артемий Я хочу Зачитать Маленький Маленький Пост Драматурга Евгения Казачкова Он по-моему Хорошо Отражает Сложившуюся Ситуацию Пишет Женя Следующее Если вас Что-то Не устраивает В общественно-политической Жизни И экономической Ситуации В России И вы хотите Выразить свое мнение Или повлиять На курс руководства Страны То вы можете Это сделать Любым легальным Способом Кроме Публикаций В СМИ Митингов Пикетов Голосования За ваших Кандидатов Выдвижение Себя В качестве Кандидата Объединение С единомышленниками Использование Соцсетей Просветительской Деятельности А также Обращение В полицию В суд Или В международные Организации Ну а все Остальные Способы Они Действительно Вам доступны Да Ну вот Даже Перформанс Сделать Нельзя Тут один Поэт Московский По имени Илья Качаев Устроил Явление Акционизма На Красной площади Пробежался Голышом Примерно От гума До храма Василия Блаженного Сказав Что это Называется Посвящение Рассказу Достоевского Сон Смешного Человека Ну и его И его Тоже Замели Тут же Вот такой Вот смешной Сон Да Так что Явления Культуры В общем-то Тоже Не могут быть Актом Самого Выражения Давайте поговорим Про явления Безкультурья Я бы даже Сказала Мракобесия Неожиданно На Чукутке Оштрафовали Жителя Который у себя В мессенджере Написал недостоверную информацию Недостоверное по решению прокуратуры О вреде устройства сотовой связи Речь идет о вышках 5G В прокуратуре пояснили Что россиянин писал о вреде для здоровья От работы вышек 5G А в январе Ученые научно-исследовательского Института медицины имени Измирова Раскрыли результаты исследования И эти исследования показывают Безопасность Высушек 5G И прокуратура Влепила жителю Чкотки 15 тысяч штрафа Вопрос Надо ли бороться с мракобесами Ну я так думаю Что по идее То есть в принципе Все Чего бы мы сейчас Не касались Если говорить По российской Действительности Оно как бы В таком теоретическом Сослагательном Ключе Должно рассматриваться Но по идее В России Имеется конституция По российской Конституции Очень четко Ограничен ряд тем Которые должны Как бы Пресекаться На государственном В том числе И правовом уровне Как кто Пропаганда Нацизма Порнография Педофилия Какая-то Ну в общем То есть есть такой Маленький списочек Вот Я так думаю Что вышки 5G И вообще Какие-то Мнения Касающиеся Технологии Здравоохранения Освоение Космоса Или что-нибудь Там еще Такого В общем-то Они По конституции Не являются Тем предметом За который Имеет смысл И вообще За которое Законно Вести Какое-то Судебное Преследование Так что Я естественно Не разделяю Выводов Жители Якутии О вышках 5G То есть Это на самом деле Да Это маркобесия Конспирология И все остальное Но такого рода Выступлений В интернете Да и не только В интернете В печатных Медиа В книгах Газетах И так далее Огромное количество Может касаться Чего угодно Мистики Эзотерики Истории И так далее Их миллион Этих Часто абсолютно Бредовых Выступлений За каждое Из них Назначать Штраф Ну Пусть даже И не слишком Большой 15 тысяч Но я думаю Что скорее всего Это просто Было принято Решение Такое Я уж не знаю На уровне Якутии Или на уровне Кремля Таким образом Пополнять Государственный Бюджет То есть 15 тысяч А если умножить Его на миллион Человек Да Сколько это получится Это уже миллиарды Получится То есть Совсем неплохо Неплохая Прибавка К стипендии Как говорится Да Штраф Фигня Пишет слушатель Могли-то ведь И на костре сжечь Поэтому все идет Достаточно неплохо Артемий Я наконец-то поняла В чем причина Нашего шуршания В эфире Это ваша борода Моя борода Да Ваша прекрасная Эспаньолка Она просто Задевает Задевает Наушники у вас И поэтому У нас такой Шурш Понятно Но тут Тут имеются Три варианта Один вариант Это мне Снять наушники Второй вариант Это мне Срочно Сосстричь бороду Третий вариант Это не обращать Внимание На шуршание Вот Потому что Ничего другого Я сделать Я сделать Скорее всего Не могу Ну и Если мы говорили О мракобесии Принятый Закон Госдума В третьем чтении Приняла закон О регулировании Просветительской Деятельности И что сейчас получается Не допускается Процитирую Просветительская Деятельность Которая приводит К социальной Расовой Национальной Религиозной Розни Ну собственно говоря То что и раньше Как мне кажется было Но что добавилось Сообщение Недостоверное Об исторической Деятельности О религиозных О культурных Традициях Народов То есть Если вы соберетесь Например почитать Лекцию про историю А вам скажут Да нет Это недостоверные Вы исторические факты А ну-ка Платите А еще у нас есть Костер там На всякий случай Так вот Вот этот Мракобесный закон Его как раз Приняли Такой конец Эпохи просвещения Ну в общем-то Закон На самом деле Удивительно Удивительно Идиотский Максимально Уязвимый С точки зрения Ну Здравого смысла Я думаю В первую очередь Вот И популярная фраза Что это конец Эпохи просвещения В России Эпоха-то была Аж с 18-го Века Кстати говоря Вот Это в общем-то Абсолютно Справедливо Вот Главное Что на законодательном Уровне Прекращается Значит Эпоха просвещения Думаю 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 Что Закон этот Естественно Можно будет Обходить Потому что Я Я прочел Даже этот Документ Там Ничего Ничего Пока Единомыслие И так Думаю 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 Прыганье Думаю Почему Удивляет Известной Все Думаю Заразиться Входишь в ГУМ Вакцинируешься Никакой очереди Все на Красной площади В общем с видом Вот какой сервис Так что Ну Насколько мне известно Такая Прелестная Просто Благолепная Ситуация Только в Москве Может быть Где-нибудь еще А во многих Регионах России Как раз Соглашусь Этой Вакцины Не хватает Кстати В европейских Странах История Примерно Такая же Где-то Они есть Где-то Их нет Скажем Я не нарывался На укол Мне позвонил Домашний доктор Вот я в группе Риска Мне позвонили Сказали Надо бы вам Уколоться Я говорю Окей Нет проблем Так что Ну а скажем А члены моей Семьи Еще не прививались Вот до них Очередь Еще не дошла До детей Скорее всего И не дойдет Даже Ну и слава богу 730 101 Кот Москвы 495 И плюс 7903 797 6333 Для ваших сообщений Ну и произошло То о чем мы говорили На предыдущей неделе А именно Премия Грэмми Ее вручили Всем тем Кто заслужил Да В общем-то Вручили Эту самую Премию Грэмми Я на самом деле К этой премии Отношусь Ну естественно Серьезнее Чем Конкурсы Евровидения Которые в общем-то Совсем Балаганные Разумеется Вот так Особо Не могу я На нем Заострять Аналитические Свои способности Вот Что касается До премии Грэмми Да Она старомодная Она очень Очень Мейнстримовская То есть Скажем Ну для меня Как человек Который всегда Интересовался музыкой Которая находится Как бы На острие Да Эта премия Не слишком актуальна Вот Тем не менее Премия Бесспорно Профессиональная И в общем-то В этом году Я бы сказал Что она Достаточно Адекватна То есть Естественно Были такие Предположения Что в связи Значит С общей Расово-политической Обстановочкой В США В этот раз Премию Получат Одни чернокожие Артисты И в общем Все будет Сделано С максимальной Маразматической Даже Политкорректностью Я бы сказал Что этого Не произошло То есть Многие премии Получили И Бледнолиция Музыканты Там Скажем Та же Тейлор Свифт Альбом года Или Билли Айлиш По-моему Там Запись года Запись года Да То есть В этом смысле Все в порядке Единственное Единственное Конечно Что бросается В глаза Но это Это как раз Абсолютно В русле того О чем мы Когда-то Несколько Передач назад Говорили Женщины То есть Женщины Совершенно Забили Замордовали Мужчин Все Главные Лауреаты Премии Грэмми Этого года Это все Девчонки То есть Уже Упомянуты Тейлор Свифт Билли Айлиш А так же Бейонсе Дуа Липа А так же Мы отдельно Еще об этом Поговорим И песенку Послушаем Девушка По имени Габриэла Уилсон Никнейм H.E.R Ну то есть По-русски Это не очень Благозвучно Звучит Поэтому я буду Говорить H.E.R Вот То есть Одни Одни Девчонки Это очень здорово Вот Кстати говоря В Номинации Альтернативный Альбом Ну Это то что мне Наиболее близко Вот Я бы не сказал Что Фиона Эппл Это альтернативный Артист Но вот Опять же Получила премию Фиона Эппл Тоже Милая дамочка Неплохо известная То есть Одни Скважные Девчонки Девчонки